Причем архитектор, страшно сказать, уже где-то 50 лет, представляете, 51 год, 50 лет тому назад я закончил архитектурный институт. Я буду вам рассказывать о том, о чем я собирался вам рассказать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены... 50 лет тому назад я закончил архитектурный институт, я буду вам рассказывать о том, о чем я собирался вам рассказать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они разложены, если от летом он уже закончил ответы, архитурный институт, поэтому я буду вам рассказывать, а в это время сзади будут идти картинки. Они, возможно, 50 лет назад закончат, ехал в альтернативе, вступил, 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 вступил. Они, возможно, 50 лет назад закончат, ехал в альтернативе, вступил, 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 вступил. Они, возможно, 50 лет назад закончат, ехал в альтернативе, вступил, 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 вступил. Они, возможно, 50 лет назад закончат, ехал в альтернативе, вступил, 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 вступил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень богатое ведомство, чрезвычайно влиятельное в советское время и так далее То есть это было такое заимствование оттуда Которое они достаточно успешно объявляли И рядом с этим явлением существовала официальная архитектура Гигантский массив всего того, что было подчинено госстрою, госгражданстрою Вот всем этим, значит, всем этим каким-то... Это институты, это всякие ЦНЕПы, Моспроекты... Субтитры сделал DimaTorzok 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 такая чесоточка идет, крепешочек. Это офис, это коммерческая зона. Такая чесоточка идет, крепешочек. Это офис, это коммерческая зона. 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 Это решительники очень хотелы сделать сделать в природе лосьон. И мины, конечно, что не Bäхе. А я что, о нем это все и не вовлетворяю. Оказано, что мы можем делать, что-то. Это общая связь. Без шума. Сейчас нам с первыми чем-то, лучше не θα дышать. Как, боже мой, мы можем сказать, что-то не вовлетворяем. Большое ощущение, что мы можем делать. Этоیا к неудобно. По-восьмински это был смысл этого года. Эм-э-э. Это решительники очень хотелы сделать в природе лосьон. И мины, конечно, мы не вовлетворяю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я начну вам сейчас рассказывать еще раз, не каких-то оценок, я говорю о том, что процесс, процесс, это все в системе культуры. Культурные процессы, они выстроены столь причудливым образом, они движутся параллельно очень часто в разных направлениях, движутся таким образом, что мы одновременно сталкиваемся с проявлениями одного и другого свойства, но иногда мы можем, имеем все основания говорить о доминировании того или иного подхода в тех или иных сферах, в тех или иных областях. Ну вот, пожалуй, я вам обо всем, о чем хотел рассказать, рассказал. Мог бы еще вам долго-долго рассказывать о чем-то, но я с удовольствием ответил бы на ваши вопросы. Ну и вот, вот длинные дома. Вы знаете, что в истории культуры было нечто, что можно определить как некий феномен, который назывался длинные дома. Длинные дома, чрезвычайно интересное, в общем, явление, такие дома-стены, дома вдоль стен. Ну дальше давайте. Вот, вот меня долго-долго. Вот амбары. Значит, амбары – это дома, поднятые, оторванные от земли. Да, дома, которые существуют на втором этаже. Это то, что еще, то, что придумал Корбезье. Да, когда низ остается для чего-то, чего-то. Это, да, вообще второй этаж образовывается, да, искусственная земля, если угодно. Вторая искусственная земля – это очень любопытное явление само по себе. Можно много об этом говорить. Вы знаете, я сделал довольно, ну, не знаю, несколько памятников. Несколько памятников, причем не столько в России, сколько в разных других странах. В том числе памятников нашим, значит, согражданам, умершим, убиенным, похороненным, перемещенным и так далее, там, в Германии, в Дании, в Дании. И я долго-долго на тему памятников, памятников размышлял и рассуждал. Памятников, в общем, связанных с какими-то трагическими событиями дальше. Да, вот все время меня волновало, как сделать такой дом, чтобы он был не домом, не столько домом, а чем-то, чем-то другим. Да, частью земли, каким-то ландшафтом, а вот чем-то таким. Это все очень старые, вообще говоря, рисунки. Они, может быть, как-то сгруппированы и обработаны. Но, в принципе, катальные горки, вы знаете, это много лет тому назад мэру-мэру города Москвы пришло в голову, значит, начать строить катальные горки. Катальные горки были вообще очень популярным развлечением в России. Вот он решил сделать по всей Москве катальные горки. Значит, меня позвали и говорят, давай делай катальные горки. Значит, я даже несколько катальных горок построил, но этому предшествовали размышления. Это очень-очень интересный дом. Дом, который у меня произвел огромное впечатление. Был гениальный, что он человек, Рафу Исраилян, друг Сарьяна. И вот под Ереваном я приехал к нему домой. И этот дом представил собой следующее. Это была такая стенка, длинная стенка, да, высотой, не знаю, метра три, не больше, вот, высотой с эту стену. Она выходила на улицу. И за такой же стеной рядом был дом Сарьяна, дом еще каких-то родственников Чаранца. И, в общем, там такая вся армянская, значит, всякая интеллигенция, значит, существовала. И дальше мы проникали сквозь эту самую стену и оказывались в доме, который состоял из множества домов. Это целый город слепленных, прилепленных и так далее. И в каждом языкутке, в каждом новом доме сидел какой-то очередной член этого самого семейства и что-то там, чем-то там занимался. И там были какие-то у них печки свои. И, в общем, это вот такой дом из множества домов, состоящих как-то друг к другу прилепившихся. И, в общем, это все было чрезвычайно любопытно. Такой дом, подобный город. Вот это тоже еще очень любопытное принципиальное отличие между размышлениями дизайнера и размышлением, условно говоря, архитектора. Между протестантским сознанием и сознанием архитектора. Архитектор всегда будет делать даже шкаф, даже мебель, напоминающую город. Вот если вы вспомните ренессансную мебель, средневековую мебель, все эти предметы, которые бытовые предметы, столы, кресла и так далее, они были все домоподобны, градоподобны. Они были очень похожи, даже технологически похожи, пластически похожи. Они покрылись тем же орнаментом, тем же декором, что и дома. Вот это городоподобие было, во-первых, с односченным подтверждением единства этого мира. Вообще идеи движения от общего, от большого к малому и так далее. С другой стороны, это было вот тем, что я говорю. А в дизайне все наоборот. Мы стараемся делать дома, напоминающие вещи, предметы. Предметоподобие. И Арнхейм, такой человек был довольно симпатичный, такой американский профессор. Он, на мой взгляд, в общем, довольно точно-точно объяснил это явление. Суть которого заключается в том, что дизайн эксплуатирует вот это удивительное чувство собственности, ощущение инстинкта владения, которое достигается уменьшением большого. Вот тот восторг, который мы испытываем при взгляде на макеты, на кукол, на что-то маленькое, он глубоко укоренен в нашей психике. Это то, что позволяет нам ощущать себя владельцами, владельцами мира. Мы большие, это маленькое, мы можем потрогать, мы можем прямо воздействовать на все это. И это порождает вот тот самый подход уподобления предмета чего-то, предмету чего-то большого, который сегодня с успехом эксплуатирует. То есть, когда мы большие дома делаем как маленькие, когда, не знаю, они напоминают какие-то коробки из-под одежды или еще из чего-то, из-под обуви и прочее, прочее. Это в известной степени позволяет нам ориентироваться, чувствовать это своим, управлять этим или обольщать себя надеждой на то, что мы в состоянии этим управлять и все это контролировать. Давайте быстрее дальше. Да, значит, вот римские разные истории. Дальше, просто я прогулялся еще раз, мы как-то вот с женой были в Риме, потом я приехал, думаю, ну что, можно ли создать некую коллективную картину, вот всех-всех, да, такой алфавит из римских руин, да, из остатков портала, конечно. Дальше, уж такой портал, понятно, да, это, в общем, это одно из, если говорить об архетипах, если говорить о том, на чем, вообще говоря, основана практика, вот, создания средств. Среды обитания, такая архитектурная, чисто практика, конечно, она носит архетипический характер, в основе лежат архетипы, да, что это такое, это такие культурные, культурные, не знаю, кто-то говорит, это хронотопа, кто-то еще, такие целостности, как там, стена, граница, там, центр, периферия и прочее, да, вот. Если говорить о границе и стене, то портал, это место пересечения стены и границы, вот эти точки замечательные, место пересечения дорог, место пересечения стен, они всегда очень четко артикулируются. Артикулируются в том, что признано считать, принято считать архитектурой. В дизайне этого не происходит, им это не нужно, им это не нужно, да, там, напротив, все строится на разрушении этих самых архетипов, что тоже, в общем, волнует. Это не всегда осознается, но это действительно волнует, это действительно трогает нас. Ну, вот я вам говорил про ландшафты разные. Мне очень нравится, ну, единственное, что, говорит, Леонидов сделал, некоторые говорят, что это не единственное, это лестница в Кисловодске, который ему Гинсбург предложил делать. Эта лестница меня тоже всегда, всегда волновала, трогала, и на тему этих лестниц тоже много чего рисовалось. Ну, вот разные, там, разные, повторяю, монументы, монументы-ниши, такие-сякие, все время там горизонтальные обелиски. Сделал я один памятник в виде такого лежачего обелиска горизонтального в удивительном месте на острове Барнхольм в Дании, где в течение одного года стояли советские войска. Это остров, он такой, как камень, прямо в самом центре Балтийского моря. Значит, туда был сброшен десант в 1945 году. И до 1946 года, значит, на датской территории ставили русские войска. И потом, значит, по договоренности очередной, там где-то, уж не знаю, в Ялте или еще где-то, к сожалению глубоко, мы отдали этот остров обратно. Могли бы ездить туда, понимаете. Вот, разные лабиринты. Вообще лабиринты, это совершенно волнующее, конечно, волнующее, так сказать, такое изобретение человечества. Об этом можно долго и бесконечно говорить. Все эти таинственные, невероятные лабиринты, там где-то вокруг Соловков, еще где-то. Это, конечно, поразит. Я их честно рисовал, там, да, просто если вы входите в одну, в одной точке, то обязательно выйдете, если правильно пройдете, не ошибетесь. Спуски, подъемы это тоже. Вот. Ну вот монументы с нишами, такие, сякие. Ну, это быстрее. Да, палладишь. Такое, это театр Веченца. Вот я пришел, когда туда, в этот театр Веченца, я посмотрел на все эти леди. Конечно, это совершенно упоительное пространство. Конечно, он был великим человеком. Спора нет. Это, конечно, можно понять, почему на неокрепшие эти самые души всяких-то этих англичан заскорузлых и русских и так далее, значит, да, так действовала вся эта архитура удивительная, палладио. Конечно, это становится понятным, когда вот, когда там побываешь, в общем. Да, когда... Да. Ну вот это еще одни амбары. Давайте быстрее заканчиваем. Прикосновение башен. Да, марш. Это все, 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 правда. Все, я вам почти все рассказал. Могу еще долго рассказывать. Но я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, если вам что-то интересное. Если нет, я вам благодарен за ваше внимание. Конечно. Можно сидя. Да. Правильно. Правильно. Спасибо. 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 Для тех людей, которые сегодня занимаются, скажем, дизайном в Москве, главным становится сделать что-то современное. И так, чтобы приехал иностранец и сказал, вау, вы как люди вообще, вы почти голландцы. Вот я приезжаю и смотри, почти уже здесь Амстердам. Понимаете? Вот это разные абсолютно, разные взгляды, разная система ценностей. Можно, наверное, можно соревноваться с голландцами. Можно, да? Пытаясь обойти их и выстроить или встроиться и опередить их, и, значит, начать бегать в этом самом деле, быть первыми. Но мы забываем об одном. Все мировые тренды, они возникают как явления сугубо локальные. И из локальных явлений затем талантом тех людей, которые являются их носителями, они становятся транснациональными, мировыми, глобальными трендами. Ну, простой пример. Значит, вот сегодня шарфы все носят вот так вот, да? А на самом деле, кто начал завязывать так шарфы в конце, в начале 20 века, это завязывали эти самые иностранного легиона в песках, которые где-то там в Африке, значит, воевали, да? Чтобы, значит, песок не попадал куда-то, куда-то дальше. И потом они, приехав из Африки в Париж, получив гражданство и так далее, потому что были, как правило, бандиты безродные, значит, они принесли эту моду в Париж. Да и постепенно она, и так далее, и так далее, завоевала мир. Но возникла она как сугубо локальное явление. Точно так же любые-любые транснациональные, международные, они возникают как явления локальные. Что это означает? Только лишь одно, что только внимание к локальной культуре, только внимание к тому, что происходит вокруг тебя, только умение выразить это, предъявить это миру, да? Дает основание тебе потом быть встроенным, быть принятым. Потому что когда мы делаем, как голландцы, но чуть хуже, да? Это никому не интересно. Когда мы будем самими собой, у нас есть шанс, понимаете, оказаться, наконец, оказаться, наконец, в авангарде этого процесса. Точно так же, как мы были в авангарде этого процесса, где-то, как вы знаете, в начале 20-го столетия. И это все им признавалось, признается до сих пор. Какие коллеги, все понятно или еще надо что-то вам сказать? Вы ничего не поняли из того, что я сказал. Объясняю еще раз, с самого начала. Значит, да, вот процессы, культура, ее движение не однонаправленно, не линейно, не от простому к сложному или от сложного к простому, да? Понятно? То есть, когда я говорю об этих двух трендах, двух парадиммах и так далее, это значит, что они сосуществуют. В какой-то момент доминирует одно, в какой-то момент другое. То есть, как только мы начинаем перебирать в этой простоте, тут же возникает запрос на сложность. Понимаете? И наоборот. Конечно же. И это то, что можно назвать механизмом движения культуры. И если бы этого не было, то жизнь бы остановилась. Я не знаю, было бы это хорошо или плохо, я не пытаюсь это оценивать, но это была бы уже другая жизнь. Коллеги, я вам все рассказал? Все понятно? С картинкой все понятно? Да? Ну ладно. Ну все тогда. Разойдемся. Спасибо aussi. space добр in the house. Спасибо.